В субботу 23 февраля примерно в 14.50 в органы внутренних дел города Ташкента по телефону 102 поступило сообщение от владельца машины марки «Кобальт» 34-летнего Салават Эйн. В сообщении говорилось, что его автомобиль, припаркованный возле кафе по улице Фароби и Амазарском районе, был угнан. На основе данного заявления были приняты меры по установлению местонахождения машины и задержанию злоумышленника. По имеющейся у нас записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе и на улице, видно, как молодой человек входит в кафе и присаживается возле столика, где уже сидят двое посетителей. Воспользовавшись тем, что потерпевший сидит к нему спиной, повесив свою куртку на стул и не видит, что происходит позади него, молодой человек незаметно просовывает свою руку в карман куртки потерпевшего и похищает оттуда ключи от автомобиля. Через некоторое время он уходит из кафе. На улице он сразу же находит припаркованный автомобиль и начинает осматривать салон на наличие в нем ценных вещей. Не найдя ничего ценного, он садится в машину и уезжает с места преступления. В результате проведенных мероприятий по плану «Перехват» сотрудники ГУВД остановили угнанную машину на территории Мирзулбекского района. Находившийся за рулем кобальта угонщик попытался сбежать, однако его задержали сотрудники Управления охраны и Национальной гвардии. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 26-летний уроженец Верганской области Бахтер Джон Кэ. После того, как я вышел из кафе на улицу, я открыл машину, осмотрел ее салон, но ничего ценного в ней не нашел. Тогда я ее завел и уехал. Я хотел немного подзаработать путем извоза. Я взял пассажиров возле рынка Чорсу и отправился до массива ТТЗ. После того, как я проехал центр Луначарского возле Троицкого моста, меня задержали сотрудники ГУВД и Национальной гвардии. Я очень раскаиваюсь содеянным и хочу сказать, чтобы никто, так как я, не повторял моих ошибок. Мы голосовали на улице и остановили машину, чтобы доехать до массива ТТЗ. Когда мы ехали уже в Мерзулубекском районе, нам в пути встретились сотрудники УБДД. Водитель машины вдруг свернул налево, сказав, что у него не в порядке документы. Затем мы увидели, как нас начали преследовать сотрудники Управления охраны на своей служебной машине. На светофоре водитель остановился и стал убегать. Сотрудники ГУВД и Национальной гвардии побежали за ним и задержали его. Потом подъехали сотрудники УБДД. Тогда мы и узнали, что машина чистилась в угоне. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 267 части 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Уважаемые жители и гости столицы, Главное управление внутренних дел города Ташкента просит вас быть внимательнее к вашим личным вещам – мобильным телефонам, сумкам, портфелям и так далее. Если вы находитесь в кафе или в других общественных местах, где нет гардероба, пожалуйста, не оставляйте свою верхнюю одежду без присмотра. Не полагайтесь на надежность автосигнализации своего автомобиля и не оставляйте ключ в замке зажигания. По возможности ставьте вашу машину на охраняемую стоянку. Редактор субтитров А.Семкин